Армяне в Болгарии Наша история о жизни армянской общины в Болгарии, о взаимодействии двух стран, которым небезразлична ее судьба. Первые армянские поселенцы на сегодняшних болгарских землях появились еще в V веке, когда византийские войска, в которых воевали армяне, пришли в эти районы. В основном это были воины армянских подразделений, конницы византийской армии, их семьи, а также религиозные беженцы. Позднее, в конце VI и начале VII века император Маврикий за способность армян сопротивлению центру решил бороться с ними совместно с персидским шахом Хасровым II, несмотря на то, что сам был армянином Мориком из села Ашакан. Как описывает Сибиос, Маврикий спланировал избавиться от армянского военного сословия и аристократии путем депортации их в Афракию. В дальнейшем, при Константине V, туда были переселены другие армяне и сирийцы. При Иоанне Цемисхии в X веке из восточных провинций в Афракию были переселены павликиане. Василий II также переселил в район Филиппопола, Пловдива и в Македонию многих армян из подвластных ему земель с целью организации обороны против болгар. Тогда же стало разрастаться павликианское религиозно-еретическое движение, созданное в основном армянами и сирийцами. Павликианские поселения возникли вдоль реки Осам и между Пловдивом и Карлово, а после XII века вдоль реки Дунай и в Северной Болгарии. В XII веке также были основаны армяно-грегорианские колонии, которые установили в Пловдиве армяно-грегорианское церковное руководство. Процесс заселения продолжался, особенно после турецко-персидской войны начала XVII века, когда в Армении разразился экономический и политический кризис. После захвата Болгарии и Армении Османской империей началась массовая миграция армян из своих исконных земель в Болгарию, так как все их земли были захвачены и поделены. После того, как Болгария добилась автономии по итогам русско-турецкой войны 1877-1878 годов, многие армяне бежали из Османской империи из-за жестокой хамидийской резни 1894-1896 годов, в результате чего множество армянских беженцев осело в Болгарии. Многотысячные толпы замученных людей, потерявшие все в кровавые абдулхамидские дни и ночи, явились причиной четырехкратного увеличения количества армян в Болгарию. Во время Балканских войн 1912-1913 армянская община в стране уже насчитывала не менее 20 тысяч человек. Караваны мужчин, женщин и детей, бежавшие к болгарским границам после беспрецедентного геноцида армянского народа, начавшегося в апреле 1915 года, обосновались в различных районах Болгарии, что привело к увеличению численности еще вдвое. В 1922 году по распоряжению правительства царя Бориса III болгарские границы были открыты для принятия беженцев. А в 1923 году правительство Александра Стамбалийского предоставило всем армянским изгнанникам болгарское гражданство. Радио Хайк. Голос армянской диаспоры. Армянская музыка. Новости Армении Ацаха. Скачивай бесплатное приложение Радио Хайк в App Store и Google Play и оставайся на армянской волне. Так, под давлением исторических событий, шаг за шагом формировалась армянская община в Болгарии, которая в 20 веке практически создавалась заново, преодолевая различия между старыми и новыми поселенцами, между пришельцами из разных уголков. Надо отметить, что почти все болгарские цари были связаны с армянскими царскими династиями. Интересны кровные и родственные связи болгарского царя XI века Самуила с армянами. Мать царя была дочерью армянского царя Ашота II и носила армянское имя Репсиме, а жена царя X века Петра I, Мария, была внучкой византийского императора армянского происхождения Романоса I Лакопина. По некоторым источникам армянское происхождение имела и супруга царя Симеона I, Рабана. Ее брат Григор сыграл важную роль в деле развития болгарской дипломатии. В том же IX веке усилиями византийской императрицы, армянки Теодоры Мамиканян, христианство было провозглашено в Болгарии государственной религии. Последняя династия царей I Болгарского царства Каметопулов с армянского Камсадзак, происходящая от Камита и Репсимии Армянской, правила Болгарией с 997 по 1018 годы. Это была династия православных армян, оставившая заметный след в истории Болгарии. Сыновья основателя династии армянина Камита Давид, Моисей, Аарон и Самуил правили в разных частях государства, в состав которого входили территории нынешней Албании, Греции, Македонии и Турции. Царь Болгарии Самуил, сын Камита, за время своего правления в 997-1014 годах переселил в Болгарию, как и его отец, тысячи армянских семей из разных уголков Византии. В его окружении находились армянские военачальники, армяно-халкидонские духовные и общественные деятели. Во времена Балканских войн армяне добровольцами сражались на стороне Болгар во главе со своими командирами, легендарным армянским национальным героем, генералом Андроником Азаняном, принявшим участие в войне во главе добровольческого отряда, Игоригином Нежде, другим руководителем отряда и также национальным героем. Власти Болгарии удостоили их высочайшей болгарской награды – Ордена за храбрость. В знак благодарности и признательности за весомый вклад Андроника Азаняна в Балканской войне в июле 2011 года в Варне ему был поставлен памятник в центре площади, которая носит имя героя. В годы Второй мировой войны болгарские армяне храбро сражались против фашистов. Многие из них геройски погибли. Имя 16-летней Эрмине Разгратлян известно во всей Болгарии. Девушка организовала движение сопротивления и была убита нацистами. В постсоветский период новые геополитические события обусловили новую волну армянских переселенцев в Болгарию из самой Армении и стран бывшего СССР. Конечно, волна эта была не столь большой, как во времена войн и резни. Различные источники называют разные цифры эмигрировавших на переломе веков армян – от 10 до 35 тысяч. В контексте сегодняшних реалий отрадно отметить, что между Болгарией и Арменией сложились тесные дружеские отношения, причем во всех сферах – политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной. 18 января 1992 года страны установили дипломатические отношения. У Армении есть посольство в Софии, а 19 декабря 1999 года Болгария открыла посольство в Ереване. Главы Армении и Болгарии постоянно посещают друг друга с официальными визитами. Сформирована прочная договорно-правовая основа, направленная на дальнейшее развитие взаимоотношений двух стран. Болгарские армяне всячески способствуют развитию и укреплению отношений между Арменией и Болгарией. Спустя 33 года после разрушительного землетрясения Армения с благодарностью вспоминает о той помощи, которую ей одной из первых оказала Болгария. Красный крест Болгарии обеспечил пострадавших большим количеством еды, одежды, сборных домов, жилых вагонов. Было собрано семь самолетов помощи, накоплен огромный ресурс для покупки десятков домов. Как известно, в 2007 году Синод Болгарской Православной Церкви признал события 1915 года геноцидом. 24 апреля 2015 года парламент Республики Болгария принял резолюцию о признании и осуждении массовых убийств армян без упоминания термина геноцид. Армяне Болгарии свято чтут и каждый год отмечают эту дату – 24 апреля 1915 года. Люди собираются в Софии, Велико-Тернове, Бургасе, Пловдеве и других городах Болгарии преклонить голову перед памятью убитых. Кладут цветы к памятникам, в армянских церквях служат панихиды. Трагическая судьба армянских беженцев, их страдания вдалеке от порабощенной родины вдохновили известного болгарского поэта Пейо Яворова на создание своего знаменитого произведения об армянском народе «Ерменцы» – армяне. Оно до сих пор является обязательным к изучению в средней школе Болгарии. Сегодня армяне являются пятым по численности проживания в Болгарии этническим меньшинством. По данным переписи 2011 года, диаспора насчитывает более 6552 армян. По информации Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры Республики Армения, в настоящее время община насчитывает около 30 тысяч человек. Главные центры армянской общины расположены в крупнейших городах страны Пловдиве – 3140 человек, Варне – 2240, Софии – 1642 и Бургасе – 904, а также в Шумене, Русе, Селистре, Добриче, Хасково, где находятся десятки армянских учреждений, СМИ, однодневные и ежедневные школы, библиотеки, дома культуры и другие объекты. В Болгарии действуют две армянские ежедневные школы – в Софии и Пловдиве. Самая большая община сосредоточена в Пловдиве. В нее также входят и католики, болгары, и протестанты, считающие себя предками армян. Сами болгары последних, впрочем, как и всех армян, называют своими. Первые свидетельства об армянских поселенцах в Пловдиве относятся к IV-VI векам, когда большая группа армян во главе с аршакитскими князьями Артаваном и Клиеном переселилась в город Никею, сопровождаемая только своими воинами, а позже – женами и детьми. В результате различных военных действий на Балканском полуострове и переброске войск византийский император расположил в городе большой гарнизон. И это совпадает с информацией, которую мы находим в трудах Анны Камниной, XI-XII века, византийской принцессы, старшей дочери императора Алексея I Камнина, одной из первых женщин-историков. Она подчеркивает, что с VI века в городе проживало преимущественно армянское население. Во времена османского владычества в Пловдиве были образованы армянские колонии и религиозные общины. Жизнь армянской общины Пловдива вращается вокруг храма Сурб-Теворг в старом городе. Церковь, общественный центр, школа, дом культуры находятся в одном дворе. 24 апреля 2005 года во дворе армянской церкви Сурб-Теворг был открыт мемориальный комплекс с хачкаром в память о жертвах геноцида. Снятие многих ограничений в общественно-политической жизни к 90-м годам прошлого века способствовало возрождению общинной жизни в Болгарии. Вместе с Союзом Ереван свою деятельность возобновили такие организации, как ВБС – Всеармянский благотворительный союз в Софии, Варне, Пловдиве и Бургасе, и Армянский общенациональный культурно-образовательный союз в Пловдиве, а также Армянский школьный союз Сурб-Авагимян в Софии и ряд других. В армянской общине функционируют также множество местных общинных структур, активно действующих в разных сферах жизни. 3 августа 2019 года была зарегистрирована Ассоциация «Армянская община Болгарии», которую можно рассматривать как руководящую структуру армянской диаспоры страны. Сегодня в Болгарии издаются армянские газеты «Айер», «Армяне» в Бургасе, «Еженедельник», «Ван» в Пловдиве, «Еженедельник», «Ереван» в Софии и ежемесячная газета «Благотворительный голос». На территории Болгарии действует 15 армянских церквей, построенных с XVI по XX века, среди которых 11 армянских апостольских церквей, а также евангелические протестантские церковные организации. Самая старая армянская церковь Болгарии, Сурб-Астваццин в городе Селистре, отмечает свое 400-летие. Церковь имеет купол с уникальными фресками, стены покрыты полотнами религиозного содержания. Автором многих из них является селистерский художник Бедик Бедросян. На территории есть и мемориальный комплекс памяти жертв геноцида армян, который спроектирован Дираном Апеляном. А церковь Святого Креста Сурб-Хач является старейшей церковью Бургаса. Она была построена в 1853 году. В честь освобождения города в армянской церкви Святого Креста был отслужен торжественный молебен, на котором присутствовали почетные горожане, русские офицеры и лично генерал-майор Лермонтов, родственник Михаила Юрьевича Лермонтова, командир летучего отряда, под командованием которого русские войска освободили город Бургас. В его честь на церкви установлена памятная доска. А в университетской библиотеке города Шумена в старопечатном фонде хранят уникальную библию на турецком языке, написанную армянскими буквами для армян-христиан, говорящих на турецком языке. В 2012 году в Болгарии армянская апостольская церковь отметила 145-летие своего присутствия. В 2015 году армяне избрали нового архиерея армянской епархии армянской апостольской святой церкви в Болгарии. Им стал архимандрит Исахак Пагасян. За время существования общины отмечается присутствие армян во всех сферах культуры, науки, образования, медицины, экономики, политики. Армяне способствуют развитию традиционных болгарских ремесел и промышленности. Кстати, среди основоположников болгарского книгопечатания также были армяне. До освобождения Болгарии книги на болгарском языке издавали в Константинополе. Так, из 452 книг на болгарском языке, 221 была напечатана армянскими издателями. В 1841 году при содействии армянина из Константинополя Тедевоса Тевитчана была основана первая в Константинополе болгарская типография «Трудолюбивая пчела». В Болгарии к армянам относятся с уважением, как к братскому народу. Среди выдающихся армян, вошедших в историю страны, болгары отмечают писателей Севдо Сивана и Агопа Мелконяна, журналиста Кеворко Кеворкяна, композиторов Вилли Казасяна и Хайгашода Агасяна, театрального режиссера Крикора Азаряна, певицу и музыкального педагога Стевку Аникян, тяжелоатлета олимпийского чемпиона Нарайра Нурикяна, девятикратную чемпионку Болгарии по теннису, тренера по теннису Юлю Берберян, дирижер Софийской оперы, автор оперы Иванка, балета Хаджи Димитр, Натан Амирханян под псевдонимом Князев. Уроженцем болгарского города Руссе является Майкл Орлен, английский писатель и драматург армянского происхождения, настоящее имя и фамилия которого Тигран Гуюмджан. Судьба армян переплелась с историей болгар, в результате чего сложилась общность быта, обычаев и традиций. Но главное, сложилось братство двух народов, братство нерушимое и на века. Время действовать прямо сейчас. Скидки на кровлю зависят от вас. Просчитай свою выгоду. Супер скидки на кровлю в кровельном центре. 8-800-1700. Звонок бесплатный.